В пути решения накопившихся проблем искали сегодня участники встречи, прошедшей в спортивном ведомстве. Речь в частности шла о развитии футбола. Также собравшиеся акцентировали внимание на нехватке финансирования детских спортивных школ и клубов. В целом разговор получился весьма откровенным. А вот насколько продуктивным покажет время. Футбол – спорт номер один. Правда, не в нашей республике. Это крайне печально. Более популярными среди ингурской молодежи испокон веков являются силовые виды спорта. Да и у ответственных структур футбол, увы, не в приоритете. Вот и остается лучшая игра с мячом на вторых ролях в нашем регионе. Но движению с мертвой точки похоже все же быть. По указанию министра спорта провели совещание с участием всех детских футбольных тренеров. Главный вопрос – какими методами и средствами можно в кратчайшие сроки исправить сложившуюся ситуацию. Если мы ставим вопросы, допустим, провести порядок в целом футбол в республике, так профессионалы, надо же посмотреть сверху, посмотреть, что нам не хватит. Много чего не хватит. К сожалению, до сих пор не делал. Я не оправдываю себя здесь нисколько. Но в то же время, как можно требовать человеку, когда он элементарный, инвентарь и так далее, и так далее, в полной мере цехолшалочек. Собравшиеся отметили, чтобы из сегодняшних юных кудесников мяча завтра выросли конкурентноспособные футболисты, если и не экстракласса, хотя бы уровня второй лиги, необходимо делать особый акцент на развитие детских школ и тренерскую работу. Акцент нужно ставить на молодежь, да, это понятное дело. Прежде чем мы ставим акцент на молодежь, на подрастающее поколение, по поводу результата, нам нужна в первую очередь дисциплина от нас, то есть от тренеров, ну от руководства, будем так говорить. Если у нас не будет дисциплины, то эта не дисциплина, она отражается на наше дело, то есть на тех учеников, на тех людей, которые мы вкладываем. Тренеры, в свою очередь, поделились своими взглядами на ситуацию. Было отмечено, что для полноценной работы необходимы подходящие условия. Вот только не у всех футбольных школ они имеются. Мы не просим стадионов и полей высшего качества, но у нас даже форму купить порою представляется невозможным, светуют тренеры. Многим приходится приобретать инвентарь на личные средства, обращаться за помощью к родителям воспитанников. Но таким образом хороших результатов не добиться, заключили наставники. Руководство регионального Минспорта в курсе ситуации, но подчеркивает, что далеко не все от них зависит. И все же участники встречи выразили надежду на то, что внимание футболу будет оказано, и к занятию этим видом спорта подтянутся тысячи желающих. Ислам Дударов, Исмейл Сагов, Дени Тимурзиев. Вести Ингушетия.